С утра еще на ферме, вечером на столе у потребителя, поэтому принцип уработает сырный цех группы компаний «Риад». Молочное производство посетил и губернатор. Осмотрел производственные мощности и узнал, какая продукция самая популярная у горожан. Ежедневно здесь разливают 2000 бутылок молока разной жирности, производят 1000 килограммов творога в неделю, 80 килограммов моцареллы, 5 тонн прочей кисломолочки. Производство современное, укомплектованное по последнему слову. Чисто как в операционной. Объем, который мы производим в данном цехе, который вы видите, он производится из собственного продукта. А его, к сожалению, на сегодняшний день не очень много. От 4 до 6 тонн мы принимаем в этих стенах, все перерабатываем. И все, что перерабатывается, вся молочная продукция реализуется в нашей сети, и то не во всех магазинах, потому что это на самом деле очень мало. Чтобы выйти в другие торговые сети, хотя бы в региональные, не говоря уже о федеральных, нужно увеличивать поголовье скота. В растеневодческом хозяйстве Риад в Гаврилово-Посаде сейчас 501 корова молочной породы. В ближайшей перспективе строительство комплекса еще на полтысячи голов. Есть потребность увеличить производство до 10 тонн молока в день. Я и другим селихозникам рекомендую все-таки потихоньку делать упор в переработку. Мы сегодня имеем примеры, скажем, совхоз Гарский в Ленту поставляет разливное молоко, где из автоматов сразу свежее молоко продается. Но здесь спектра гораздо больше. Это йогурты, сметаны, молоко различной жирности, кефир, различные сыры. Сыры – гордость Ивановского цеха. На линии производят мягкие, молодые, полутвердые и выдержанные сыры. А еще моцареллу, качотту и рикотту – уникальный продукт, который делают из сыворотки. Рецепт всех прост – молоко местное, закваски итальянские. Никаких Е и ГМО. Это чисто фермерские. В наши сыры идет только закваска и сычажный фермент. Мы не добавляем ни селитры, ни хлористый кальций. Идет молоко, закваска, сычажный фермент. В кефир у нас идет закваска с грибами кефирными, а в йогурты идет закваска. Вся закваска у нас идет итальянского производства. Если мощности позволят, рассказала губернатору начальник молочного цеха, РИАД запустит линию по производству творожной смеси. А к концу года Ивановцев ждет сюрприз от сельхозпроизводителей. В декабре закончится годовой срок возревания пробной партии твердого сыра. На новогоднем столе у Ивановцев окажется пармезан местного производства.